Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. И сегодня очень важный видеоролик в нашем канале. Прошу максимально его поддержать, поставить свой лайк, написать 2-3 комментария. Даже если не будете смотреть это видео, все равно прошу вас написать 2-3 комментария, потому что это поможет вывести в топ Ютуба. Возможно, поднимется какой-то резонанс и проблемы городские сдвинутся с места, друзья. Прошлый наш репортаж, кстати, вы поддержали отлично. Он набрал много просмотров и некоторые проблемы решили. Поэтому, друзья, максимально вас прошу поддерживать этот видеоролик, даже если не будете его смотреть. Погнали! Мы подъехали к нашей территории, с этой площадки, которая, думаю, должна быть полностью загружена сегодня с детьми. С утра до вечера, понимаете, сегодня день защиты детей. Ну, смотрим, что окружение тут, вот сколько вещей, уже полгода места. Куда же перевести эту убогость отсюда? Местные дети не могут, понимаете, да? Вот, чернозем завезли, наконец-то, не знаю, что чернозем он лежит до следующего субботника. Ну, что там, там вот детская площадка, понимаете, там в буренах, неохота даже иди туда. Вот, три мальчика катаются с этой площадки. Пойдем посмотрим, есть ли правила пользования этой площадки. Пойдем посмотрим, есть ли правила пользования этой площадки. Апортажи, просьбы, наконец-то, появилась табличка, что положено по правилам. Это положено на все скет-площадки, детские площадки, спортивные площадки. Здесь даже правила пользования, безопасности, и вот так далее. Ну, так далее. Ну, что скажем, что сегодня, ну, нечем тут родителям, детям похвастаться в этом неустроенности, в этом мусоре, понимаете, да? Никто это не убирает. Вот, ну, вот, вот, вот есть скамеечки есть, урны чистенькие, но оно не стало привлекательно. Нет туалета, душа, ни магазина, ничего, что ожидалось. Все это должно было ждать еще в конце декабря 2018 года, и все окружение, вот там, дорога старая, понимаете, в буренах. То есть это место не ставит привлекательным наших детей, чтобы здесь должны дети с родителями, бабушки, дедушки находиться сразу позднее вечера, понимаете? Но оно не привлекает, поэтому люди сюда и не ходят, к сожалению большого, конечно. Подойдем к ребятам, поскольку как они занимаются. Ребята, на минуту можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Подъехали. Мы с вами знакомы уже? Да. Ну вот видите, а кто руку поломал? Руку? Нет, не было никакого. Маленький мальчик ломал руку. А что он поломал? Он катался на скейте, неудачно упал и поломал руку. Да. А мама была с ним? Нет. Мама, он был один тогда. А сколько ему лет было? Ему лет шесть. Не знаю. А вы почитали правила уже, что наши мамы были кто-то с вами, да знаете, вот почитали инструкцию? Да. Вот для вас повесили. Поэтому если без мамы, мальчики вызывайте маму, без мамы нельзя. А они говорят то, что мы понимаем, что тут есть правила, но наши дети тоже хотят. Не, ну хотят, должна мама, папа, петель, бабушка, дедушка, брат, сестра, иначе понимать, как они. Поняли, да? Просто есть понимающие, которые знают, что... Ну спасибо, что вы понимающие. Мы братья с ним, да. Какие у вас замечания на сегодняшний день по этой площадке? Что хорошо, что плохо? Свет горит уже вечером? Свет, конечно, да. Что хорошо, что плохо? Ну, плохо то, что бетон, он быстро... Не всегда, в камеру ходи. Там уже дырка, все, когда что-то делают, он тот вот, мой звон, троп, все падают. Да, да. Он тут хоть хороший, а тут как бетон не падает. Вот, вот, видите, вот тут дырка, вон, там, там, вот падает. Значит, эти вещи уже опасные, или нет? Опасные уже? Ну, такая, не сильно опасная, что... Ну, вот, я хочу обратиться, понимаете, вот эти ребята, мы с ним познакомились еще перед субботниками, хорошие хлопчики, они постоянно здесь находятся, понимаете, довольны. Ну, они еще три месяца назад говорили, с Нового года, что эти вот, вот эти брак работы, понимаете, когда стыки, чему-то задекидывали непонятным раствором, они мешают, они опасные. Ну, Возген, Аду, ну, вы же об этом знаете, сколько можно говорить? Что вы, да, добьетесь, ну, уже шестой месяц пошел, сколько можно добиваться? Полгода. Ну, видите, у вас же тоже дети есть. Если у вас ребенок поломает, голову разобьет, кто отвечать будет, да? Ну, что, ну, это сложно разве, ради бога, ну, ну, нельзя в пользу, закройте ее, скажите, вот запрещен, все опасно. Ну, что же нужно? Сюда Аксенова привезти, что ли? Я могу как-то постараться привезти сюда, но это же будет, в общем, бог для кого-то. Прошу эти вещи немедленно поймать, доделать, это же несложно сделать. Это же брак работы. Три года гарантия у вас есть по договору. В чем проблема? Спасибо. Вот мы подъехали в место, это пожарный выезд базы Гургаза наша. Вот такое место удобное, понимаете, дотаеное. Вот здесь собирает опять все выездки деревьев, сетей, вещей, понимаете. Вот, и вот за неделю оно накапливается. Ну, спасибо. Значит, Вадим Федорович Злотревский, он ответственный человек, понимаете. По первому звонку он немедленно это убирает, и даже собирается купить дробилку для того, чтобы дробить, может, потому что вывез в Феодосии этих вещей очень круто обходится, понимаете. Вот так нужно думать, как руководитель нормальный, о том, как это с этим бороться, потому что вот мы в понедельник позвоним ему, чтобы обратить внимание, он делает, ну, как бы, найдет порядок. Вот так на всем замечаем, реагировать, понимаешь, что я могу сказать доброе слово о нормальных людях, которые понимают необходимость городного города. Спасибо, Вадим Федорович. Вот мы подъехали в дальние свалки полярного тупика. Вот за прошедшую неделю никто тут ничего не сделал, ничего не думал делать. Пока разберутся, чья это земля, чья территория, придет полгода. Пока что ничего не реализовано. Это вопрос стоит два месяца. Два месяца не хватило на то, чтобы с этого убрать. Мусор только добавляется, понимаете. Поэтому я не знаю, как бы, сколько лет надо. Ну, если себя завести из Грия Валерьевича Аксенова, то пока будет совещание идти, оно будет все чисто. Ну, нельзя же так, понимаете, делать. Ну, было же два месяца. Было неделю, как репортаж пошли. Никаких мер не принято. Ну, не хочу комментировать, понимаете, почему и как. Почему власть не способна тебе вещи делать. Не говоря о том тупике полярном. Две базы справа-слева, небедные базы, дорогу, и никто не пытается ремонтировать. Никаких разговоров не было, никаких встреч не было, никаких совещаний, итогов нет. Просто послушали репортаж, посмялись и решили ничего не делать. Кто кого пересидит. Ну, давайте подождем. Ну, вот мы вернулись опять к площадке. Я в прошлую пятницу был опять на приеме начальника полиции. Месяц начальника ГПД, понимаете. Опять мы где-то минут 40 обсуждали все вопросы. Тоже коснулись, понимаете, места для того, где поставить эвакуацию машин. Вот площадка готовая. Ну, что, они тоже записали, где посмотрят. Но эти инициативы должны стать администрацией, понимаете. Пока-что никаких мер не принято. Вот дрова готовятся зимой собирать. Каждый берет просил территорию в аренду, люди выживают. А движение, чтобы был порядок в городе, нет. В городе проехать невозможно. Все, Дима, запарковано, с нарушением всех правил и норм. И никого это не касается, ничего это не волнует, понимаете, что происходит. Напоминаем, место есть, решать нужно. Или временно в аренду брать, или быстрее ускорить процесс. Внедрение площадей своих. Спасибо. Это колоссальная база, по-моему, полетовская база, да, она гудела, висела. Вот их общежитие трехэтажное, вот, понимаете, которое живет, вот, понимаете, люди живут здесь. И вот это, тут был в аренду, человек три года назад арендовал помещение сторожки, чтобы ремонтировать строительную машину. Это три года валяется этот ненужный металлон, понимаете, вот. И никто, ни хозяин этого базы, ни арендаторы, ни муниципальный король, никто даже замечает, ну, почему наваляются три года и почему не уберут территорию и не освободят. То же самое касается по дороге. Вот идет дорога, там он заасфальтировали, справа слева мусор, бурьяны. Ну, нет асфальта, ну, хорошо бы хотя бы, ну, подбейте муниципальный контроль. Ну, кому положено, полиция, я не знаю, кому у вас столько полномочий, ну, дайте хозяев волн, ну, хотя бы пальчиком помашите, предписание дайте, чтобы убрали. Ну, нельзя же, без этого же ничего не будет, понимаете. Ну, тупиковый вроде местный, тут же люди живут, три этажа, люди живут, семьи, дети, они что смотрят, чего они учатся, а. Ну, откройте глаза наши депутаты, власть, контроль, любое, ну, куча структур, кто должен эти вещи делать и контролировать. Ну, надо чем-то заниматься, встаньте с кабинетов, выйдите на улицы, помогите, выборы скоро. Ну, вот мы спустились вниз по тупику полярному, вот это, ну, что можно сказать, в каком состоянии эта площадка? Ну, это убожество и уродство курортного города, ну, что можно сказать, ну, страшнее придумать нельзя. Ну, я бы заварил бы все эти стены, заварил бы, оставил бы ко площадку бетонной и все. Ну, это некому обслуживать, зачем оно надо, это ненужные вещи. Ну, делали, ну, почему в крови не спланировали, была техника, ну, скром спланируйте, програбите, ну, хоть что-то, чтобы какой-то порядок был, бесполезно. Экскаватор поездил, грейдер, кинули, не тоже рукой, ничего не сделал. Пойдем дальше на ту свалку стройматериалов. Видно, появился хозяин, перекопал проезжий, машина не ездит. Ну, нормальный процесс, по-другому нельзя. Пойдем посмотрим. Вот, знаете, когда мне сказали отдел экологии и коммунфоз, что тут вывезли свалку стройматериалов, честно, я не поверил, тут большой обработы. И что-то вроде бы территория Звездного, базы Звездного. Ну, если, то есть, грейдер так оперативно сделал, примите от меня личную благодарность. Это ваша территория, по-моему, да? Я не знаю, вывезли вы это или просто спланировали, но, в основном, это ужаса нет. Понимаете, да, тут надо поработать немножечко, хорошую площадку выдавать, тут можно кафешку сделать, понимаете. Соответственно, город, прекрасный вид. Ну, то есть, здесь сделайте, вы сможете красивые вещи делать, чтобы вы приехали сюда, отдыхали здесь, любовал с нашим городом, все таком. Хорошее место, очень, хорошее место. Я бы с удовольствием этот домик построил, без Саши, на этом месте. Поэтому, а ухаживайте, там перекопали, и думаю, сегодня уже никто не посмеет сюда заводить мусор. Спасибо, хоть здесь сделали. Спасибо муниципальным контролем, отделу экологии, спасибо хозяину территории, нам контролеров общественным помажем, и коммунхозы, если они в чем-то помогали. Спасибо. Я прошу отдел ЖКХ. Коммунхоз, вот здесь маленькие такие поручики, понимаете, ну, культурные, пошли человека, есть хороший водитель. Ну, пускай он спланирует, уберет, ну, делает красивое здесь, понимаете, ну, шо ж вы тут, ну, для кого это, это для врагов сделали, а? Ну, тебе ж можно ветки было, все это убрать, ну, как это вот, понимаете, ну, хочется похвалить, но не могу, потому что это за уродство безобразие. Ну, никто ж сюда не поедет, оно непривлекательное. Ребята, шо ж мы делаем, а? Ну, я уже, раз, что я утром с ней был, в дачном, на нашем, значит, рынке, значит, на ярмарке, она была вся загружена, забита, как всегда, много людей было, она очень, как, скажем, по ценам доступная, и весь город едет сюда. Вот мы все посмотрим сегодня, вот, все уже около 4 часов, после ярмарки, кто что-то убирает, что-то люди оставляют, и кто-то вам все это убирает. Я говорил за то, что уборку сейчас хорошую делают, а вот что после ярмарки посмотрим. Вот мы зашли от туалета, наш от туалета. Ну, что скажу, что за неделю добавилось? Вот повесили евро-ручку, да, и кто-то безродно ее разделал, и крючок. Ну, худшего, знаете, нельзя показать, уровень нашей культуры понимания. Снаружи тоже вот ручку сделали, но завертки нет, как, значит, в селе раз было. Закрутил на год, и все, подошли даже остались, нет ее. Оно нашли, наконец-то, да? Ну, нормально, чистенько, да? Ну, тут надо хлорочкой посыпать, как раньше. Видно, комухоз, я вот так вот пробовал ее, ну, вытащить, тут такая вонь была невыпользимая днем. Люди не могли зайти сюда, потому что здесь приямок был, да, выпечки этого, как раньше было. Видно, кто-то его запедневил для красоты, сейчас туда залезть нельзя, понимаете? Вот ходить в водоканал, что мы не можем, как комухоз не хочет, это не его дело. Дело водоканала. Вот эти два руководителя воюют между собой, а глава администрации не знает, что сделать, и поручает это дело не возникать, вы что умные. Что вы предлагаете? Ну, предлагаю выполнять свои обязанности вашим заместителям, больше ничего. И прислушаться к советам актива города. Надо убрать больше, забить, понимаете, чтобы чистенько, аккуратно было. Ну, всю жизнь была. Покасили траву, подсохло, собрали, на коробку скотину и вывезли. Покасили, бросили, она не следовала. Вот ничейная территория, ничейная земля, хозяина нет. Вот, знаете, как вот в советское время трудно жили, дружно жили, понимаете? Были доброжелательные люди. Везде были летники, театры. Это был центр культуры всего села. Прекрасное сооружение, все, понимаете, есть, скамейки были, экран есть, понимаете? Там вот для машин, да, вот этого, крутили там, аппаратура стояла с той стороны. Уклон есть, асфальт есть, понимаете? И что осталось, понимаете? Вот это валяется уже пять лет, прошу, уберите, хозяева Массандра, уберите. Что же вы творите, а? Убили ваше территория, вы ни себе, ни людям. Или отдайте городу в аренду бесплатно тут торговые места, хоть что-то культурно сделают для пользы дела. Ну нельзя же так, как собака на сене. Ни себе, ни людям, понимаете? Куда Массандра, это бренд мировой. А в натуре? Не знаю. Не хочу комментировать, чтобы никого не обидеть. Приехали люди, я обошел их, они, конечно, места есть. Сколько платят? Ну, 50 рублей вроде за погонный метр. Вот я решил в следующий раз возьму активистов коллекционного комитета, остатки, померяем, сколько тут погонных метров сдается торговых мест по метражу, и сколько в кассу поступает нашего рынка. И когда светло, или прозрачно. Не будет ли так, как акцион спрашивает, сколько от пляжей поступает бюджет? Все промолчали, никто не ответил. Вот уехали все, видите, бумага, вот все, что осталось, торговля, до торговли, все это валяется, никто не убирает, все нормально. Любуйтесь праздником защиты детей, дорогие дети, в этом нашем изгнев бедламе. Ау, директор рынка, где вы? Где вы все? Там 5 человек сидит, даже больше. Где ваш дворник получает деньги? Почему уборка не сделана по правилам после этих вещей? Ведь четко пронаписано, после завершения работы рынка, это должна быть уборка сделана генеральная. Когда? Почему не делается? Мазур, Леонид, где вы? Почему нет контроля? Муниципальный контроль, где вы? Ну, это же нужно кому-то отслеживать. Пошли дальше. Пять лет пришла к России, да? Вот почта. Это называется, прям почта, федеральная почта. Почтовый ящик, герб России. Это гордость наша, понимаете? На колени расстать и гордиться этим. А чем гордится территория эта? Убожество, мусор. Это вечный вход, разбитые ступеньки. Это ограждение. Это пять лет стоит, и никто не видит. Ни депутаты, ни местная администрация, ни город. Никто это убожество не видит. Это, понимаете? Всех это устраивает. Красота. Вот сегодня диспетчер позвонил в это канал. А чей это колодец, а? Ну, чей колодец? Убожество известно. А чей он? Ну, в это канал понятно. Сейчас буду спорить. Наш не наш, а кажется, он не чей. Да все уже ваше, потому что уже четкое указание Аксенова. Все это... Ой... Асадий Иванович, все это ваше счастье. А он соболезанно, но все это ваше счастье. Прошу, пожалуйста, в речи специалистов, разберитесь, чье это дерьмо. И чтобы к концу недели, в следующий понедельник, я вам сказал спасибо на воскресенье, когда будет шар-репортаж делать. Ну, вот здесь вот после рынка что сложили. Вот, видите, по идее, это сейчас уже по правилам контейнера заполнено. Должна компания новая вывезти эти вещи. Никто не вывозит. Значит, по графику нужно изменить график. После рынка в субботу надо после окончания все это забирать. Я прошу эти вещи учесть, Виталий Николаевич, подкорректировать график свой, этого не допускать. Закончится... Рынок закончится с работой. Должны перейти убрать хозяева рынка. Вы представите машину по графику в вольце, и все чистота должно быть. Все это до утра будет лежать. А еще, наверное, может, завтра заберете воскресенье, я не знаю. Но это нельзя оставлять. Вот же площадь, да? Посидели, попили, продали, заработали, попили пивка, все бросили и ушли. Ну, как вот можно, я могу понять. Ну, пять метров контейнерная площадка. Ну, уже даже уже, ну, полный урод должен взять, попил, ну, отнизишься сюда, а? Ну, почему такой... Ну, кто-то ж соседи скажите, подскажите. Ну, давайте я помогу, уберу эту вещь, понимаете? Ну, может, кто-то взять и привезти. Ну, молодой человек, ну, возни его, убери, подмети. Ну, ты же человек и скотина, в конце концов. Нет понимания любви к себе, уважения к людям, к нашей земле, традициям и к России. Нет, сожалению, надо воспитывать. На это большие деньги нужны, время и желание. Помогут. Ну, вот, что-то комментировать. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вот мы будем в следующую субботу здесь 4 часа. Я очень не хотел бы, чтобы здесь был в это время руководство рынка, понимаете? И команды, и с самого утра дежурили руководство, полиции, директор, заместитель, отдел торговли. Тут кто-то до самого утра, 6 часов 8 с 5, был здесь до конца. И уйти тогда, как бы, полный порядок. Ну, так должно быть. Рынок находится в проездной дороге, значит. Ну, так же нельзя этого допускать. Уважаемые, на себя надо. Смотрите, вот это бывший поселковый совет, да? В период Украины. Так, сейчас споры идут. А что лучше было, когда были постсоветы, все советы, или когда сегодня все объединили в центре, как говорит Некрасов. Ну, раньше были колхозы, совхозы, сейчас все наши шеи повесили, я как были бы нищие, так и остались. Знаете, кажется, она права. Смотрите, сколько хозяевов. Дальская сельская библиотека. Один хозяин. МВД, другой хозяин. Терруправление, третий хозяин. Там почта, четвертый хозяин, понимаете? А там лаборатория, пятый хозяин. Вот в здании пять хозяевов. Один пять хозяевов, и в стадии барана нет ведущего козла, понимаете, который может к чему-то везти, толку не будет. Поэтому тут ничего нету. Отопление сделали, спецсистемы для лаборатории по линии земледрава сделали. МВД не сделали, почту не сделали, гиперекологии не сделали, администрации не сделали. Ну, что мы достигли, а? Поэтому вот эта урна с самого утра была переполнена, еще утром я был. Она не была освободена никем. Это так все-таки валяется. Это у админздания поселкового совета, извините, вот такое безобразие. О чем мы говорим? Понимаете, о ком контроле. Полная бездеятельность, понимаете? Я не знаю, чем занимается местная представитель администрации, но, по-моему, хорошо устроились, ребята. Понимаете? Не в ваши годы так устроился, я бы сто лет жил бы, не напрягался бы. А вот предлагает Лазянка, давайте мы вместо того, что вычтем туалет, невозможно вычтить, не можем мы, понимаете? Забыли как? Давайте мы лучше сделаем смывной туалет с водой. Протягиваем канализацию. Вы знаете, я не против. Александр Ильич, если вы сделаете, потащите сюда канализацию, понимаете, хотя бы к этому дому, чтобы хотя бы в амбулатории была канализация, следующее, вы уже три года обещали, чтобы купили вы трубы, все, лазили по подвалам, и чтобы проведете канализацию, чтобы было там, где работает зубной врач и здесь. Ну и что, где эти обещания, где трубы, где ваши инициативы, а нет, нигде, нет, на ничем отсчитываться. Вы слышите, Ильич? Вы же лично ходили, не хвастаешь, что купил Каченко трубы за свой, все это сделал, все будет сделано через месяц. Прошло уже три года, три месяца, и ничего не сделано совершенно, понимаете? Поэтому, если проект инициативу с водой Крыма протягивает через дорогу канализацию, да, Лазянка может поставить памятник при жизни. А тут люди же сами за свой счет протянут дальше, и будут вам в век благодарны. Хорошая идея, я полностью поддерживаю. Давайте обсудим вместе с администрацией. Со мной не хотят, а может с вами захотят. Мы подъехали к даческому детскому садику, мы говорили про шарство, он хорошо выглядит, как бы смотрится хорошо. Да, благоустройство, говорю, затянуто, пока ничего такого видевого не сделано по благоустройству внешнему, внутри делается. А вот эта вот подстанция, которая не работает, ну, приняла решение, вроде бы, администрация разобрать, но пока я не вижу каких-то действий. Какие меры принято, не знаю, если будут деньги искать, будет и два года идти. Я думаю, даже старое предложение дать кому-нибудь по договору разобрать за счет материала. И через неделю-то не будет этого места очищено будет, и будет спланировано решение. Прошла неделя, ничего не сделано. Никакой реакции нет, никакой совершенно. Плохо очень. Должна быть обратная связь по нашим предложениям. Или свои предложения публикуйте где-нибудь. И будем сотрудничать, как положено, нормальным, грамотным людям, имеющим образование, воспитание. Вот это призываю к такому сотрудничеству. Благодаря, ну как бы, знаете, есть старшее дому, да, в основном присутствует совещание у Аксенова, ну, женщины пожилого возраста, но не столько концентривные, я понимаю, настолько пробивные, что, даю себе диво, какие молодцы, а. Вот есть такая у нас, пана Георгина на доме, значит, восточном шоссе 3,3А. Вот она выступала, красиво, грамотно выступала, человек просто. Ну, радость к ним людям. И вот сегодня идет, радиозная стройка идет, все водоканалы, лично представить комиссии, значит, городского совета по линии ЖКХ. Вот они все трудятся, все выходные, закольцовывают скважины, чтобы дать воду, чтобы 20 лет воды не было, понимаете, на домах восточном шоссе 3,3А. Там, где общежитие и дом 5 этажный, с водой на этаже. Вот, ну, неужели ли это должен быть Аксенов? Должна эта женщина выступить, да выступить так, что задела всех за душу и начали работать, понимаете? Это же нормально, хорошо. Вот я считаю, что вот такой закал энергии должен быть на местах от депутатов, городской власти, от общественности, чтобы это все делалось без Аксенова. Тогда будет почет и уважение к нам, понимаете? И будущее у нас будет нормально. Поэтому, когда праймер был, вот написали в газете итоги, да, 225 тысяч проголосовали за Единой России по Крыму. А кто бы знает, а сколько в суднике проголосовали, информации нет. Почему-то, вы знаете? Я не знаю. Информация есть в нашей партии, пожалуйста. Да, в партии. А вы знаете... Наш выпуск партии Единой России открыт. Да, да, да. Я вас перебью немножко. Раз я здесь уже побал, так, случайно. Да, вы и говорите, пожалуйста, да. Борисовский Вадим Федорович, депутат Горсовета. Я хочу сказать, что работа ведется силами ГУП «Вода Крыма». Непосредственно, я понимаю, это наш водоканал, Судакский, принимает участие. Ну и вижу, курирует руководство головного предприятия. Они, я так понял, соединяют две скважины одним водопроводом, что позволит более стабильно обеспечить дома по Восточному шоссе, полярные тучи, кмассе сношения. Да, чтобы был маневр, чтобы было стабильное давление и напор воды, соответственно, тем, чтобы мог подняться туда надо. Вот и все, Василий Николаевич. А в партии Единой России, пожалуйста, офис открыт. Вся информация доступна. Я думаю, что и в газете должны были подать информацию. Поэтому с Вами здесь не соглашусь. Спасибо. Вы знаете, я сколько работаю в Судаке. Вот мне приятно, господин Федорович, хотя, конечно, у нас бывают всякие тамы, все, ну, мы находимся через язык, понимаете. Я благодарю его энергии, отзывчивости. Это единственный человек, который пишет обречение, он ответ дает. Еще ни разу не было, что не дал ответа. Но учитесь, молодежь, учитесь, пожалуй, как нужно работать. Большое уважение, понимаете. Поэтому спасибо, что курируете, вещи так и должно быть везде. Депутаты будут быть на другом рубеже, на их работах. Это будет отчет и уважение. Но я хотел сказать выборок. Вот я прочел комментарий Грача, там, в газете, там, в партии. Я вот, когда бы так бы, я на праве бы заплатил бы голосовать членам партии для России. Они хотели узнать о поддержке. А как можно, если будет голосовать народ, и, говоря, партия не состоит. А пока это админресурс, это не говорит о поддержке, понимаете. Потому что вот на будущее выборы в праймеры, я хотел бы, чтобы все партии пошли, которые находятся там, в Госдуме, понимаете, про правительственные партии, вот они смеялись сделать, хоть так, но не так немного. Я хотел бы так, голосуйте только без тех, кто не в партии для России. Давай будете видеть четко, народ вас поддержит или нет. Вот это было правильно. Я опять с вами не соглашусь. Дискутил же быть. Да, да, мы собрались по проблеме ЖКХ, углубились в партийную. Ничего, нормально. В партийную. В партийную. Это работа в Сиге России. Значит, праймерис, это чисто внутрипартийная инициатива. И поэтому, конечно же, в первую очередь пришли все члены партии Единой России, а также сопутствующие. И это массово, мы не зазывались массово, мы так людей не информировали. Поэтому и пришло количество. Мы определенно сделали срез. Срез и внутри своей партии провели, кто достойный из достойных партий. Пошел на праймерис, кто победил. Кто победил, соответственно, он дальше на 8 число и выделил. Поэтому все справедливо, я считаю, все справедливо. Я просто спросил остатков партии Родина, справедливо Россия, ОТПР. А чего вы это? Ну, понимаете, вот это их было как бы это. Ну, я не знаю, что сказать, но они могут эти вещи сделать. Ну, учитывая, что последние годы, 5 лет, не повезло немного с руководством Единой России в сундуке, понимаете. Оно осталось как бы без говного. Ну, нельзя членово пускать. Хороший человек Боков, Бобков. Я ему завидую. Растет человек прямо как... Боков или Бобков? Бобков, на дрожак. Но я 3 года не могу с ним встретиться на приемах, понимаете. Он растет там, ну, кресло, ну, а тут где, с кем брошен на партии на праймерисудьбы. У нас свои люди грамотные, авторитетные. Ну, у нас своих, зачем нам нужно, что-то откуда, своих нарастить и выдвигать, понимаете. Своих нормальных людей. Ну, а что-то раз ошиблись, два ошиблись. Но надо не ошибаться, более глубже изучать людей. Удачи вам. Спасибо большое. Я еще 2 минутки отниму, раз ваш репортаж влез. Редко сказать. Вы говорите местные. У нас есть, сегодня возглавляет партия Единой России у нас по Судаку Степиков Игорь Геннадьевич. Там наш местный, выходит уроженец Судака. Поэтому тоже милости просим. Все вопросы, которые и штаб Единой России сегодня возглавляет, и руководитель фракции Единой России в Горсавете. Поэтому все местные, мы все вопросы готовы. Послушать, выслушать и обращаться туда, сверх Крыма, Батков, Константинов. Я знаю его брата, когда еще бешно бегал. Ну, это не надо, это надо вырезать. Его мат, прекрасная семья. Я желаю ему удачи. Нормальный человек. Мы давно с ним работаем. Я рад, чтобы он выдвигался. И подвергал те ошибки, что совершил сейчас. Вот я ему пожелаю ничего. Спасибо, Ольга Николаевна. Удачи. Все. Вместе мы победим. Вы проводите. Мы находим территорию Нижней автостанции. За неделю ничего не изменилось. Эти опоры, это РЭС, освещение, непонятно, чьи так они все заклеены ленточками, объявлениями, натяжными потолками. Тот землю, что с Горули, никто ее не брал, никто территорию не распланировал. Буряные никто не думал косить. Ну, сегодня же 1 июня. Вот такие подарки получили наши дети. Мы защищаем. На чем они должны учиться культуре, порядке, чем гордиться. Нечем, к сожалению. Там, что как было, это уборство, когда осталось. Кое-то траву подкосили, где-то убрали. Курты переполнены. Никто не убирает, потому что выходной день. Ну, то есть, мои глаза тут ничего не радуют. Пойдемте посмотрим в туалет, что там бесплатные проходки, да, библиотами. Я начальник рассказывал, что мы ведем по линии НФ контроль исполнения распоряжений президента России и нашего правительства, значит, Крыма. Где было указано 2 года назад о том, что все входы бесплатные в туалеты, если у вас билет есть на автобус, 2 часа до отъезда и после отъезда и прибытия. Вот, пожалуйста, мы 3 месяца уговаривали начальника автостанции, чтобы он вывесил вместе, видно, понимаете, эти документы. Ну, конечно, после прошлого репортажа, да, он немного обиделся, но он парень молодой. Перспективно, все понял. Мы подружились с ним, буквально за сутки появилось объявление. Пожалуйста, дайте крутым планом. Чтобы все почитали, какие порядки, какие правила. Вот сюда, это касается, что касается единых билетов, вот эта, правая часть. Почитайте внимательно, запомните, передайте друзьям, знакомым всем остальным. Я прошу, если кто слышит из нас Крымавтотранса, пожалуйста, проверьте все автостанции, все автостанции, промоконечные. И этот беспредел, пожалуйста, уберите. Вывезьте в доступное место, сделано в судаке. Нам 3 месяца всего понадобилось, понимаете. А ваша комиссия за сутки сделает. Но не по телефону, а натуральных выездов. Или активистов на местах, на еде неподкупных, понимаете. Чтобы вот так было скромно вывешено. Вот с Европы они не могут добиться за 2 часа же вывесить. Все разбежались, понимаете. Примите меры, накажите виновных, понимаете. И не допускает такого подзорящего для наших гостей и жителей города. Нормальное решение, Приналаксенов, надо его исполнять. Не только здесь, а по всем публичным местам. Пока это не исполняется. Спасибо. Сегодня. Честь дня защиты наших детей. Открылся коммерческий туалет. Вот видите, вот старый советский туалет открылся. Видите, когда появился там бабушка. Там нет объявления, что 20 рублей, понимаете, да. Собирали 15 рублей. Урны, как всегда, нету. Добиться, конечно, культурную территорию до конца не убрали. Ну, пошел сбор денег. Понимаете, поэтому все эти вещи, контрольте. Моципальный контроль, дороговой отдел. Все должно гудеть и висеть. И сегодня могли повесить. Сегодня везде их родителей бесплатный вход. Нормальный шаг будет. На следующий год пришел так поступить и сделать. Вот нормальный город. Вот подарок детям нашим. Спасибо. Вот ровно 10 лет назад я проезжал тут без блогера. И обратил внимание, вот сюда чуть не улетел, а машина, понимаешь. И позвонил диспетчер водоканала. Представился, кто я. Что примерно где-то улица Чехова, где-то номер 21. Вот непонятно, чей это ямок, чей приямок на перекрестке дорог. Прошло 10 дней, а тут и кот не валялся. Никто его не очистил. Никто не закрыл. Вообще никаких мер не принял. Господин Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, я прошу очень, пожалуйста. Ваши диспетчера не записывают каждое второе сообщение в журнал. Или вы же онлайн смотрите. Ну не может быть, понимаете, вообще никак. Ну если не ваше, ну позвоните мне. Скажите, что это может быть. Я дам сигнал. Или сами информируете городские власти. То есть негодисты курортного города, такое безобразие. Это же люди живут. Ну а кто занимается у нас сегодня адресами в городе, в исполковой администрации. Я скажу, что тратительная адресация вообще никакой в городе, адресации нет. Вот тут найти, чтобы привязываться какой-то номер, я обошел, понимаете, кругом, чтобы найти какой-то номер. И примерно вышли, что примерно в районе дома 21 находится эта яма. Ну кто-то же занимается адресами, занимается. Есть должность, зарплаты получают. Ну объезды же делайте, как вот сделала глава администрации Алушта показала. Они новые, заказали адреса типа для всех. Ну а вы что, хуже что ли? Ну так же не годится. Ничего же найти нельзя совершенно. Я прошу принять меры, узнать, кто это хозяин. Муниципальный контроль, место водоканала, с каким жителем тут кто-то есть. Узнать их, чего это убожество. И устранить или засыпать хотя бы его чем-то. Вытащим в мусор, конечно. Спасибо. Ну продолжается репортаж. Я хочу обратиться к Андрею Васильевичу Некрасову. Андрею Васильевичу, три года назад мы с вами нормально работали. Говорили о проблеме, вот здесь в парковке машин под поликлиникой Гвардейская 1. Под знаком, вот видите, остановка запрещена. Вот, и так далее. Ну сегодня выходной день, одна машина стоит. А вот не одет, проехать в парке нельзя. Ну вы говорили, вы говорили, да, мы соберемся, мы решим. Я три года жду, три года, как и 20 лет. И я думаю, я при жизни своей не дождусь этого дела, понимаете? Или при вашей конденции в регистрации. Ну в конце концов, мы говорили, дайте свои предложения. Ни разу в жизни я не давал какую-то критику без предложения. Предлагаю уже всех, вот мы слушаем, вот Аксенов, кто-нибудь там, может Путин послушает. Господь Бог. Вот видите, ограда. Перенести ограду на полтора метра для деревьев. Вот там в столике вагончик стоит, расширился, да, по самому, чтобы пыли не... Туда перенесите с торца, чтобы там пыли не глотали. И проход сделайте к поликлинике прямой. Ну сколько ж можно об этом говорить? Открылась, а стоянка какую-то стихийную. Ну поставьте знак, что временная парковка, стоянка, платная, бесплатная. Но у нас есть в конце концов, чья-то ж хозяин есть. То ты убирать должен ее, посодержать все эти вещи, оно все же бесхозное. Все бесхозное, как и былины, трава и мусор. Ну уж какие-то трудности. Да вот тот предприниматель, он непростой человек, понимаете? Нормальный человек. Ну поговорите с ним, он за свои деньги перенесет, все сделает. И там, с той стороны, еще лучшее, строительство больше поставит. Ну соберитесь в тот месяц, без меня, ради бога, если я пугаюсь, и решите это оперативно, без копейки затрат. Вместе с ГАИ они на помощь пойдут, и полиция на помощь пойдет. За вашу нормальную инициативу. Вместе с депутатом, кто из депутатов, не знаю, кто-то депутат, тоже привлеките сюда. Ну вот, хоть сделайте что-нибудь. Устышьте меня, пока я еще могу говорить, пока живу. Очень прошу вас. Вы знаете, я, честно говоря, свалки грандиозные, что мы давали у дома, серый привод 5, я даже не ожидал, что за неделю способен, я не знаю, кто делал, скорее всего, коммунхоз, такую грандиозную свалку, столько труда сделали, низкий поклон коллективу коммунхоза сделали, рабочим, мастерам, понимаем, руководителям, и Наталья Викторовна Хубик, которая проехала по этим местам, наших, понимаешь, злачных местам, и приняли меры, имея смыслованный контроль, я думаю, все в ваших руках, руководители, вы все можете, захотите, понимаете. Но не хотелось бы меня вас заставлять, мне там репортажи на весь мир. Это плохо, конечно, я сам понимаю, но других способов работы с вами нет, понимаете, форм. Только эта форма работает. Поэтому я говорю спасибо, что тут вычистили. Тут еще много работы, конечно, есть, но то, что сделано, тут никогда так чисто не было. Хоть она немного не благостроена, немножечко уже накидали уже возле контроля, свалочку, понимаете, надо брать диван и понакидали тут, чтобы опять никого возить. Эта беда так и осталась. Хоть написано, значит, четко написал Савченко, министр ЖКХ, что растительные отходы, вот эти крупногоридные отходы, стройматериалы, эта ответственность является администрацией муниципалитета. Четко и ясно. Поэтому споров быть не может. Все это дело должен возразить муниципалитет, то есть коммунхоз. И больше спорить об этом не надо. Но, к сожалению, опять же, 20 лет не нашли, кто хозяин этого двухэтажного здания. У нас масса силовых структур, врачи эти. Ну, считай, без этого жилья хозяина идти не могут. Ну, понимаете, вот. Ну, туалет же нормальный, но кто-то же должен быть хозяином. Это не решено. Вот пришел к нам новый руководитель. Вот пришли, да, Кубик пришла. Молодая женщина, опытная, как бы, да. Ну, хорошо-плохо, я не знаю, еще малое время прошло. Умер и пришел, да, провел всего там 7 или 8 месяцев. Но он же четко сказал, вот ведь новый человек пришел. Ну, чего вы мучаетесь по улице дороги инициативной, бесхозной? Ну, есть закон. Объявите ту дорогу или это здание, газету, республиканскую газету, местную, что есть элемент бесхозного сооружения, такого-такого вещи. Пройдет год. Не объявился хозяин. Все. Оно поспает, мы спали на собственность. И делайте с ним, что хотите, понимаете? Продавайте, покупайте, разворовывайте его. Квартиру давайте очередникам, там, больным, инвалидам. Там, ну, кому положено, понимаешь? Где дома кому? Силовая инструктура. Ну, это ж так просто. Ну, за 15 лет он стоит бесхозный, бомжатник, понимаете? Ну, уже можно это решение принять. Уже с юристами, адвокатами, полные штаты с полными умнейшими людьми. Ну, нижайшие, сделайте этот шаг, пожалуйста, сделайте, не позорьтесь. Вы не можете хозяина найти в городе, в этом здании, но большего смеха придумывать просто нельзя своей бездительности и вообще-то непонятно что. Да не верю в эту сказку. Да нет желания этим заниматься. Вы поймите. Спасибо, почистили это. Еще много работы, чтобы спланировать. Туалетовский порядок. Хозяин найти туалет, понимаете? И это все освободить. Освободить это позорище, убожество и найти хозяина. Нет хозяина, закрепите за коммунхозом, пускай он вычищает, забьет все эти вещи, окна, двери, а потом найдется хозяин, счет его выставит. Такой же закон есть. Ну, какие-то хоть шаги действия, делайте действия, чтобы вам люди спасибо сказали, выборы скоро. Праймер ничего не показал. Это голосование тех, кто в этой партии, но не тех, кто оценит работу партии, может быть. Вот эти дела, понимаете, конкретно и цели действия партии власти, как она работает в течение пяти лет, а не просто перед выборами. Давайте попробуйте, как полностью сработаете. Уже с новыми людьми, с новыми будущими кандидатами депутатами, с новыми главами партии. Поэтому я к ней говорил, Степико обращаюсь, Евгений Иванович, ну пойдите сюда, вы же глава партии, нормальный человек, опытный. Посмотрите, о чем я говорю, услышьте меня, может вам удастся переломить ситуацию, все время есть. Спасибо. Ну что, мы подъехали опять дома, значит, с Северным переводом 5-7, вот, делали, ну, площадка, как я, видите, хорошая, чистенькая, нормальная, спасибо новому императору. Та же детская площадка, ничего-то не изменилось, буряные, нет, земли нету, ну, ничего, собственно, не изменилось, то, что было неделю назад. Там мусор валяется под бурными, понимаешь, под дамы. Отключаем. Сегодня день защиты детей, понимаете, ну, как вот, площадка, как было вся, она неухоженная, никем не обслуживается, она вся, вот, мягкое покрытие, дорогостоящее покрытие, все находится в щебне, ну, о чем уже говорить. Тут нет толпы детей, они не смеются, они играют, вот, ну, неинтересно им такое убожество, понимаете. Правила пользования, правила пользования мы тут на этом прекрасном состоянии не видим, ни здесь, на этой спортплощадке, ни на детской площадке мы не видим, к сожалению. Я так не получил от начальника отдела ЖКХ, разъяснили ответа, почему плитка поселена была бы ушлая, так, кто разрешил, и что это такое, понимаете, как вот, ну, как это, ну, это же, понимаете, ну, это же работа. Ну, это, ну, заразят, вынесут сюда, пропьют, понимаете, ну, это же не годится, это же не работа. Ну, это, может, не закончено, а не видно, где она закончена, нет ничего, ни стенды, ничего, и детей тут нет, понимаете, к сожалению. Тут должны сегодня, погода хорошая, не жаркая, тут дети должны полностью сбежаться сюда, но что-то их это наружное убожество не привлекает, к сожалению, почему-то, это плохо очень. Ну, вот, находимся мы на нижней площадке, начало сквера комсомольского, советского, да, ну, тут основной хлам такой, вывезли такой, знаете, всевозможный, а вот земля, как того года лежит, она накапливается, они ее вывезли. Пока она не будет вывезена, площадка будет чистая, она будет накапливаться, надо, ну, пожалуйста, на этой неделе, все-таки с понедельника напрячься, вывезти, очистить ее, понимаете, это позволящее, и не оставлять на зону накопления отходов. Это бесконечно, надо возить в бусы, кафе, ресторан сюда сбрасывать, поймаете, все начался, все сюда. Ну, площадка нормальная, чистенькая, там вот что-то жидкость налили, вот проблема начала, понимаете, вот, чебуреки, да, проблема, куда девать масло прижаренное. Это трагедия целая, понимаете, вот выливают сюда, и вы и самые, и самые. Надо решить, кто должен принимать прижаренное масло, кто принимать должен, куда его девать, тех, которые работает, это прямо решать надо, годами она не решается, понимаете, поэтому они, Петербайки, куда угодно, Кидает в мусорные машины все, и никто решить не может. Для чего нужно? Вторичная переработка. Ну решите, куда это вторсырье девать, понимаете? Это же надо решать. Это же многие годы проблема эта. Как масло отработано, и все остальное, так и масло пережарено. Особая трагедия для коммунхоза была. Сейчас для компаний, но оператора. Она же никуда не ушла, эта проблема. Ее решать надо. Спасибо. Знаете, глобальную проблему нашего участка телекома, где молодой представитель, руководитель, понимаете, бывшей работе из нашей администрации, что это колодец, вот понимаете, кабельной сети телекомовские. Вот просим уже, просим репортажа. Уже лично говорил, что ну погиб, посмотрите, закройте. Если не ваше, скажите, что не ваше, сообщите в администрацию, что это не ваше, в полицию, в милицию, хоть, господу богу. Ничего не сделано. Я обращаюсь уже к Крымтелекому, к Крымтелекому. Ну, пожалуйста, прийдите сюда, обследуйте местным руководителем, переставьте ему ноги или кому-нибудь, ну что-то сделайте, понимаете. Детский лагерь «Чайка», аквапарк. Тысячи людей в этот убор смотреть, пока кто-то здесь ноги не поломает или не похоронит кого-нибудь. Ну почему такая беспечность, а почему такая беспечность? Все идут депутаты, все с Единой России, все руководители, все крутые, все кабинеты, кондиционеры, мягкие кресла, а дело делать не можем. Что случилось с нами, а? Руководители, вот спали контроль. Крымтелеком, ну услышьте, посмотрите, помогите своему руководителю, если он не способен. Или к себе заберите туда. Пускай вам-то поможет такие вещи делать, не на что смотреть. Я очень прошу, примите меры, чтобы к следующей пятнице все было сделано. Иначе будут другие меры принимать. Чтобы приехали сами сюда, попросили вместе с главой администрации, с его командой добиться закрытия этого колодца несчастного. Это было распоряжение Аксенова, не мое. Распоряжение требует Аксенова ко всем, у кого колодцы все обследовать, очистить, закрыть. Распоряжение Аксенова. Он же пока у власти. Чего вы так его ингрируете? Сильно рискуете, ребята. Спасибо. Вот финишная точка нашего объезда. Это контейнерная площадка. Знаете, в аквапарке. Вот сегодня уже толпы людей идут с детьми сюда. Что они видят? Им солнце мешает, последние эти горы мусора, что валяются уже два месяца. Никто их не убирает, поймается с земли. Вот знаете, буряны. Знаете, зачуханные контейнерные площадки. Это не площадка, не знаю что. Та же хорошая. Но она вообще-то не используется, понимаете. И вообще надо снести, чтобы продолжить. Конечно, никто не обслуживает, не красит, не берет. Но лучше снесите ее, ради бога, чтобы они подрылись. На этих контейнерах. Вот зачем крышки на контейнерах? Если никогда уже не закрывают. Да снимите уже их, ради бога. Чтобы они не мешали погрузить. Они же никакие не работают, понимаете. Снимите. Это лишняя вещь. Лишний груз. Лишняя забота. Они грязные, они мытые. Убожество полное. Понимаете. Ну что тут можно подвести? Что тут можно сделать оператор на улице? Да ничего в этом убожестве. Он получил убожество. Такое он и есть. Это не его обязанность. Обязанность коммунхоза, города обязанность. Назвести порядок. Идеальный курортный порядок. Площадка хорошая. Тут можно коттедж построить. Будет порядок, понимаете. Кроме мусора, бриллиант тут нечем гордиться. Нечем. Разбитой дороги пылью, понимаешь. В другом мире неры владельцы гостиниц. В другом мире неры. Но все бедные. А кто-то должен очистить площадку. Ну и, соответственно, покрасить, замазать его. Чтобы она ожила к сезонам. Чтобы она привлекала. Нет, никому. Она бесхозная. Хотя хозяин есть. Это хозяин муниципалитет. Администрация хозяин. А вы кому поручите. Коммунхоза, не знаю кому. Но она не готова. Сезон. 1 июня. Начало сезона. Нечем гордиться, к сожалению. Кроме солнца и нашей природы. Ниже смотреть нельзя. Спасибо. Вот вы знаете, на завершение своего репортажа решили круг почета сделать. И заехали на трещение Мусле-Мамута улицы. Знаете, это был полный отстой. Это, конечно, мар. Ямы. Это самое. И набережная. Смотрите, какая красота. Я хочу узнать по инициативе улиц Сурожской, Таврической, Генеральской, Адмиральской. Вот они, предприниматели, собрались, понимаете. Не зная, что там город решит. Они сами собрались. Деньги вложили. И сделали красоту. Приятно посмотреть. Сказать английский поклон. Спасибо за эту инициативу. И, пожалуйста, лодочная станция, видите, отказалась. Это уборство будет там. Давайте, товарищи лодочная станция, вы же тоже, как бы, тут находитесь. Ну, скиньтесь, понимаете. Поддержите инициативу. Заделать и потачать, понимаете. Было бы очень хорошо. Вот я прошу руководства лодочной станции, все-таки война войной, а город здесь город. Попробуйте скинуться вместе и докидать эту работу, чтобы вылезла с этой улицы, понимаешь. И дальше такая инициатива пойдет. Спасибо всем участникам. Поддержим почин. Вот мы в позитивных монументах, как улицы сделали Максимова Мута, набережные люди сделали сами. Мы выехали на территорию, понимаете, насосных НС-1, нашей, как бы, водоканала. Ну, смотрите, госпредприятие, не бедное, да. Руководство нормально, ну, смотрите, чем можно гордиться, смотрите, все брюнах, свалка стройматериалов, территория не огороженная. Вот там мусор, понимаете, вот сейчас мы пойдем, не поймаете. Ну, чем можно гордиться, чем тут могут наши люди посмотреть. Тут уже море людей ходит, да. Вот наскочили мы опять на дно нелегальную катерную площадку. Что тут творится, а? Смотрите, там собака влезла, разбавил, куча сам. Это будет свалка, весь сезон, весь сезон, это будет свалка радовать наших гостей, что идут по гнездной дороге, понимаете, уже вот сюда. Тысячи людей ходят по этому маршруту. Его перекрыли, не знаю, кто-то перекрыл, ничего не делает. Это будет, смотрите, новое место, новое место свалки образовалось. Полюбуйтесь, пожалуйста. Вот мы сегодня выявили новое место. Прошу зафиксировать администрацию, официальный контроль и товарищам с отдела экологии. Взять на учет. Легальная, нелегальная, есть схема, нет схемы, кто ответственный, где ничего не написано. Полная стихия. И кровом брены, и неудобства, и никакой привлекательности. У реки Салгир. У реки Салгир. Суксул. КОНЕЦ.